что-то тебя так свет-то светит 300 а прямо освещает белое пятно убери меня дать плани его вот так это я все равно сильно больше наклони отстранять себя еще еще маленько загни его чтобы на тебя не падал свет загибает его а сейчас туда сместиться в эту справе я правее зайди сюда вправо сдвинься вправо а ты влево пошел еще еще маленько еще еще вот и все так хорошо с рождеством христовым приветствую рождеством дал хотел поздравить да у меня у меня вопрос мучает как вообще так получилось что вы ну когда были в зоне там в гулаке как вообще вам доверили вот эти дела заключенных у нас все записывается выставляется в интернете не против нет что тебе нужно знать и зачем тебе это нужно знать ну я для себя это никому не сделать это нельзя сделать это это господь делает я с кем не говорил такие узники знаменитые как глеб и хунин ни один даже не слышали про это как у меня в камере было ни один нигде не говорит об этом я считал только это 19 16 глава деяния апостолов когда он воспевал вот все отключилась что сказать отключилась нету повторное подключение еще нету тебя слышно нет да мне слышно ну все это зависло движение ты все слышишь да я слышу все вообще хорошо чем это ты не пойдешь это нельзя сделать никакие деньги не помогут да и не надо даже тебя пустят а что ты скажешь то тебя и слушать никто не будет мне интересно как вы вообще использовали эти дела понимаешь как вот и по порядку возьмешь что я делаю и тебе неужели не понятно что человек это сделать не может это бог делает вот создать православный лагерь создать не один год а 48 лет при том при советской власти единственный лагерь на весь советский союз но это маленько так учета говорит или ничего лишь бы тявкать научились этот детей собрать надо сохранить им жизнь было интересно кормить поить заниматься в баню топить каждую неделю мыть стирать стирки это все бесплатно делать набери команду чтобы распорядок был четки ни одна минута никуда не заходила максим степаненко он понимает говорит там двух ребятишек возьми говорит на неделю до этого еще тебе будет они тебя на крышу полезут любое дело но это одна тысяча деревень исчезли вот мы начали с нуля сделаю это собери людей чтобы были люди построить храм построить школу то слушай ты как будто ничего не было ну сделай доброе дело или не доброе землю возродить теперь чтобы она обрабатывалась комбайна работали и все без помощи государства и чтоб продукты твои шли на это ты жил никаких спонсоров нету сами работают это любое дело сделай вот мы проехали ну а где ты проедешь как мы проехали представь себе сто двадцать тысяч километров прошли шестьсот пятьдесят городов и сел и сделали подарок на тридцать пять миллионов по дню издания напишите тридцать восемь томов книг чтобы они пользовались спросом ну и ты увидишь что это человеку нельзя сделать а если его кто то делал да никто не сделал никогда и нигде этого никто не сделал нигде и никогда это что то говорит в общем Бог Бог избирает сосуд и через него он делает я тут со всеми крещен Бог избирает других ну мне просто интересно понять вот вы дело это получили видели да вот человек например убил другого вы это видите читаете да я все считаю вы это видите я их оттуда выпаскиваю по одному ну и как вы это сюда выходят оттуда из пятерых трое вышли это что то говорит или нет один из них поселился в потеряевке а вам как голос выше был какой то что ли или как или просто как вот вера такая была сильная а во вторых это ничего не даст ты не из тех людей которые могли бы взяться да даже возьмешься и ничего не получится ничего и ни у кого это не получится ни у Смирнова ни у Ткачева ни у кого это нельзя сделать потому что это делает Бог пойди в тюрьму и чтобы в каждую камеру мог заходить даже к смертникам выступать по рации это еще можно добиться но ходатай стоит за них идти а теперь с персоналом тюремным вести занятия как со студентами раз вместе собираются я веду с ними занятия и получать оттуда благодарности от тюрьмы я уезжаю в лето в лагерь они записывают где меня искать если случится захват заложников чтобы меня сразу же привезти сюда они знают что захват заложников может окончиться по другому почему потому что моя биография такая я каторжник заключенного так просто не проведешь они мою биографию знают лучшие следователи вот весь ответ я нищего кроме того что я просто свидетель я на данный момент знаете на каком этапе у меня сейчас тоже я занимаюсь этим то есть только вот через прокуратуру у меня до того дошло что все складывается одно к одному как бы вот допустим вот если даже в прокуратуре мне там что-то не договаривают допустим о человеке я вот спрашиваю как вы считаете виноват не виноват там допустим ну как на ваш взгляд они говорят это государственная тайна мы вообще не ну не можем ничего разглашать у меня папки с их делами дела я с ними сижу занимаюсь этими делами выбирая с кем мне работать это никто не слыхал и все знают что это противозаконно ну я вам это рассказываю вот я только из кабинета выхожу стоит вообще вот ну девушка о которой я вообще интересовался о ее деле прям вот на ровном месте ну разве не бог это делает не знаю ну прям вот в нужное время в нужном месте вот так я выхожу и она стоит то что мне в прокуратуре не рассказали она мне рассказала сама ну дальше то это в ней пойдет она рассказала дальше то еще и тем более если под следствием она не знает так это будет или не так надо чтобы судья прислушалась и прокурор и тут столько несостыковок будет вот мне главный режимный оперативный работник говорит рор пока я здесь он подполковник ваша нога никогда не опустится в нижний этаж там смертники сидят а я утром уже приезжаю туда там генерал-лейтенант стоит он говорит уже все двери открыты угу вот как делается я ничего не могу передать другим в данном случае только удивление подражание вот святые допустим ты считаешь Антони там или Моисей сорок дней не пил не ел ну можешь ли ты подражать ну нет конечно один день я воды не попил сейчас сочельник я до утра криком кричу не могу остановить боль у меня все тело обезвоженное делается судороги стягивать такие как раз то мышцы рвет и поэтому подражать мы не можем мы можем только удивляться у вас сейчас время есть со мной разговаривать уже время отчет говорить я разговариваю с тобой говори что хотел ну вот я хочу понять вот допустим вам дали это дело да вы его читаете вы людей вообще совершенно не знаете не знаю то есть там написано ну допустим вот который сидит он убил кого он убил с родственниками вы пообщаться не можете потому что вы в зоне сидите как вы вообще действуете как вы вообще понимаете виноват он не виноват сначала научись молиться а потом все остальное я узнаю что солдат пришел в отпуск и сейчас не вернулся и он решил тут купить какую-то сложную аппаратуру и один ему сказал приходи туда то у меня там есть а там ему уже приготовили их там три человека его встречают он глупый поехал они его в яму и там убили и все и аппаратуру забрали и не дали ему а теперь чей пистолет был и как ясное дело что это серьезная статья а у вас где вы сидели там они как первоходы были или вообще ну масса всяких было там есть я сидел в одной камере шестая ходка у него в шестой раз уже поправлю а как они вообще относились к вашему движению вообще вот таком об этом я уже написал все сказано в день каждый день ну расскажите каждый день у меня пять молитв каждая молитва по часу по полтора каждый день я понял просчитываю за два дня и в это же время новый завет в этой неделе каждую неделю я понял понял про то что вы христианин это понятно они вас приняли даже курить я все это читал даже что курить как бы вас ограждали от табачного дыма я имею ввиду то что вы делами то занимались как бы но это не совсем как бы арестантское движение как бы это вот человек осужден такой же чем я ночью занимался нет нет такой же осужденный вот занимается ему дают дают дела как бы он решает там как бы судьбы да вот виноват не виноват как вот они относились к этому когда вам давали вы же говорили что вам как хозяин зоны давал из архивов дела какие-то вот да заключенных хозяин дома следователь следователь который ведет эти дела ему дали указание меня допустить меня допустили хозяинка там какие хозяева там рабы еще не хозяин зоны какого дома зоны зоны лагеря это не зона это сезон тюрьма это не зона а вы там вы там в зоне кого там следует когда уже осуждены там уже все уже хомут тебе натянули это в тюрьме которая называется СИЗО следственный изолятор то есть до суда которые были да только до суда после суда уже никто не нужен все уже там захлопнули тебя никто разговаривать не будет там тебе рот заткнут сразу ты осужденный подлог кто тебя звал сюда и все будешь на карачках ползать вот они решили этого Шамсудинова Равиля изнасиловать а там уже сколько солдат изнасиловали а он с вахты пришел ружье не сдал патронов набрал и сразу 9 солдат расстрелял с офицером вместе и остальных там сколько поранил вот сейчас дело его рассматривать будут 9 человек положил наткнулись на татарина а другие молчали ничего не делали наконец они нашли себя все мы разговариваем а они мертвы уже зарыты в земле я понял ну ладно хоть даже в тюрьме хоть даже в тюрьме вас допускали к этим делам да следователь а как вот остальные заключенные в кабинет я даю знать кого привести они там по спискам видят какой камеры их приводят ко мне в кабинет как к следователю я с ними один на один беседую то есть ко мне стоп а как вот все доверие было как как вот остальные заключенные то вот относились там про это даже разговора нет они как меня за следователи считают я следователю привожу и все какой же заключенный как бы да но все равно да кто заключенный так я же на свободе был в это время не понял я то есть вы не сидели да понимался не тогда когда я под следствием был ты еще огородишь то в то время кто со мной разговаривал но я то не знал это вот с этого места у меня дружба близкая с офицерами с генералами ага я не знаю как я нахожу доступ к душам человеческим они же видят сколько людей обратилось в тюрьме следователь обратился и они дают мне разрешение работать с заключенными которые под следствием а я свободно я вернулся реабилитированный политзаключенный ко мне особое уважение ты биографию сначала составь такую научись спать мало а в это время я выступил в газетах почти во всех газетах веду 3 радиопрограммы по телевидению в 5 университетах веду занятия 13 школ во всех отделах милиции воинских частях но они то эти все знают и видят и с ними веду занятия то есть имя твое должно греметь буквально везде я с кем то стою в трамвае разговариваю внутри ко мне подходит это вы по радио видите беседу как его говорит при одном слухе обо мне они говорят уже безболвствуют сектантами оттуда сколько пришло людей ну вам не составить эту биографию биографию солженицына нельзя составить это понятно Игнать Тихонович вот как оно получилось вы освободились солженицыным называют я первый в стране распространила кипела гулаг главный его труд почему другой никто не сделал этого огромная страна никто почему я это должен был делать а господь так взял меня за шиворот как котенка и сказал делаем на сердце лежало значит надо иметь деньги а где деньги? где ты возьмешь деньги то? это же огромные деньги нужны в том студию создать работать надо заработать если денег не будет у меня месячная была зарплата 72 рубля а один магнитопон 320 это сколько месяцев надо? ну разделили на 2 150 72 рубля а магнитопон 320 сколько на месяцев надо мне не пить и есть чтобы один магнитопон купить четыре с половиной в месяц а я покупаю их сразу 10 это сколько надо будет? месяцев можно четыре года вот четыре года не пить и не есть за квартиру не платить и все деньги вложить туда в тон студию и должен быть мастер такой который делает так что пальчики обрежет любой мастер посмотрит на него одной кнопкой я включаю сразу 10 магнитопонов за счета на мной было в это время 50 книг аудио по сегодняшний день никто этого не сделал никто аудио жить и я там полностью все в аудио меня вот сейчас на данный момент вот это вот интересует вот вы освободились да? да вот поехали в деревню сразу да? в деревне то не было еще ездили в лагерь туда где вы жили как бы да? за четыре года до того как деревню строить уже я там был ага вот вы туда поехали а как вы вообще решили что надо опять как бы ну с заключенными общаться вот их не дела как-то расследовать там я веду радиопрограммы веду каждую неделю три радиопрограммы составитель и проповедник там все я иду люди слушают весь город Алтайский край как я даже не думал а как это для меня это было естественно так понимать работаю на стройке в это время выработка на стройке двести восемьдесят триста процентов сначала научись так работать три нормы одну норму не выполнишь а я три нормы выдавал все время как это да? не знаю как Бог делает это я неделю работаю а потом неделю еду в лагерь а мне засчитывают как рабочие дни по сто там тридцать процентов сначала научись работать тогда тебе и будет уважение остальное и при том все что я зарабатывал ни одного рубля на себя не потратил за всю жизнь вот эти которые труды где теперь как доставать было пленки трудно и больше пяти не давали в руки а мне чтобы начать работать нужно пятьсот сразу достать какие приходилось подарки делать продавцам тех которые доставали это все рассказывать это боевик да не я я то в ваших книжках это почитаю все я имею ввиду там увидишь там каждое слово подтверждается документально мне вот интересно вот просто вот я сам занимаюсь сейчас этими заключенными ихними делами ну еще до суда которые вот до суда вот как вы вообще попали то вот во все во все это вот вы как по знакомству как то или как вообще ну как вот допустим все сегодня уже у нас день окончится завтра ты слышал о семикратной молитве семикратная молитва одна молитва это три святое и сто поклонов и чтобы не меньше семи раз в день а с утренними вечерними получится девять раз 900 поклонов и так и за дня в день все знают знают я уже сколько дремлю об этом ну кто не так делает ни одного я уж в общине пытаюсь растрясти не получается вот и весь ответ самое простое не сделайте и поэтому все остальное только так воздух языком молотить научитесь молиться на своем не настаивать вот мне бог положил на сердце я никогда не спорю нигде и ни с кем я ему сказал он не согласен все переходим к другому вопросу вопрос закрыт ну как же так вы не доказали все что можно я сказал если не нравится до свидания щас щелкну и больше не придешь у меня разговаривать даже некогда угу сейчас мне нужно распаковать ну вы то есть когда тикнуть слушай на сайте вопросы у меня 4124 нужно их сделать одними файлами чтобы считать я молюсь об этом бог одновременно дает мне 13 помощников тринадцать эти сейчас папки а пятьдесят пять папок растаскивает еще насчитывает и все выставляет я каждый день выставляю 35 36 роликов каждый день да нет такого в интернете нигде в интернете в мировой сети этого нету ага ага вот вы человек да Игнат Тихонович вы оцениваете вообще вы христианин вам нужно донести весть вот благую до людей вы видите вот инструменты какие есть в этом мире как вот можно донести вот вот этот свет вижу вижу вот этот инструмент научись работать с ним ты видишь я показываю ну это для молитвы такие для молитвы щетки щетки называется чтоб ты щетко это делал и весь сказ мне спрашивают а кто у вас тут ремонтирует то другое у меня профессионалов около меня 4 программиста 4 профессиональных да я молился об этом тоже вот я пришел к этому что донести до людей можно через вот через следствие вот это вот этим влиянием пользоваться и можно про бога донести людям я к этому уже пришел ты даже забудь про это еще то не будет еще нету я хочу понять как у вас то оно случилось как вы через это людям доносили как они знают кто я я знаю как им трудно заходя в камеру открывает когда я первым делом помогал мусульманам а молва то идет я сразу высчитываю кто они здесь мусульмане и стараюсь им помочь потому что другая обстановка другая пища другие люди чтобы он не отчаялся ну ты же не можешь это делать у тебя опыта никакого нету а на вас ваше но я на мой авторитет больше не работал не у меня как раз опыт то есть в камере сидеть я и видел этих людей всех мусульман например вот он за изнасилование заехал на тюрьму его раз сразу даже не спрашивают там одно слово ему задали все и под шконку сразу его засунули то есть каким людям вы помогали там каким вы людям помогали я никогда не спрашиваю статью я знаю человеку трудно в данной обстановке и нужно чтобы он не отчаялся мне не дано судить он может быть прав может быть я вопрос даже не ставлю о нем никогда он в беде у меня есть возможность ну и как поле терновником заросло моя задача выжечь все и засеять на вину ну как вот вы заходили в эту и как вот они сидят выходят зарядить такое песнопение пример себе своим воображением называется мое стихотворение и ты поймешь что на такое стихотворение написать ни один поэт не решится а почему это биографично это удивительно на одном чуде божьем вот последние два куплета я нас с моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощайся закон ограда мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу ни один поэт этого так не напишет почему это жизнь мои труды по слогам можно только считать а почему вы решили я не могу ответить почему я молюсь и передо мной возникает образ ну у вас как оно было вот вы в камеру заходите там по любому главные есть да я захожу шагаю камеру открыли подвел меня дубак дубаки называются подводит так это ваша камера он открывает до этого я говорю что меня только привезли и политоотдел мной занимается начальник политоотдела идет за мной все заводят куда сунуть идем разговариваем а там дали мне какую-то кружку вся продымленная а что это у вас я говорю ну вот кружку дали он взял и как запулил вдоль коридора вам новый дадут то есть меня дебьет КГБ я уже на особом учете начальник тюрьмы меня сразу вызывает ну как ночь прошла я сейчас не про это спрашиваю я не про это спрашиваю когда лучше а дальше как я буду заходить в камеру какую они дадут я не про это ты про это спрашиваешь но ответ он не совпадает с твоим мнением и ты перебиваешь меня значит эта область уже закрыта к ней я не возвращаюсь когда вы начали проповедовать уже на воле вот вы вам вы приехали в тюрьму вот вам говорят тут вот в такой камере вот убили да там убийца сидит вам надо там к нему попасть вы как как вы говорите он там в тернии зарос вот вот вам камеру открывают там по любому старший есть как вот вы входите вот старший когда я свободный я туда не заходил из коридора через кормушку разговариваем ты ничего не понял это я заходил когда арестованный был меня заводили туда ну что ты Никита ну понял ну даже через кормушку вот вы вам допустим нужен там определенный осужденный да я никого не знаю идем мы по камерам с одной к другу никого не знаю я буду знать там где мне разрешено и там где мне в прокуратуре отдают документы я сижу у них и выбираю с кем работать это никто не верит даже в это это нельзя делать тем более я не работник их но я на сто процентов ни одного слова никуда не вынес ни родственникам ни одному никому это случай настолько уникальный что его воспроизвести невозможно да вот я поэтому и хочу вообще понять как оно было да тебе ничего не надо понять тебе никогда это не сделать однажды я в горах был и там юрта стоит киргизская юрта большой домик как такой ну я попросил разрешение внутрь зайти и посмотреть как там каркас стоит и стал сразу срисовывать а хозяин молодой киргиз ну молодой там лет 25-30 здоровый он говорит а что рисуете то я говорю сделать как это он говорит а это тебе не сделать никогда вот и весь сказ я понял не сделать во-первых я не знаю из какого дерева оно не толстое и дальше как оно должно складываться как пирощины ножек а высота такая метра три с половиной куполом идет и ширина его какая я не знаю ну метров шесть наверное это огромные то-то как перевозить в горах а я хотел зарисовать он сразу сказал это тебе не сделать и он был прав я даже не стал приступать я увидел что не сделать и нужды у меня в этом нету так тебе это не сделать ты даже голову не морочь никому нет но я уже делаю как бы ну а как вы почему вы родственникам не рассказывали ничего с какими родственниками вот у родственников осужденный этот сидит родственник он ну посадили его вы с ним вообще он убил кого какие родственники то я никаких родственников не знаю что ты придумываешь откуда у тебя такие сведения ну вы же сами вы же сами сказали родственникам я ничего не говорил ну раз не говорил то значит не встречался и не видал что ты решил что я с ними был или спал они так стараются передать я сразу говорю это невозможно будет нарушено правило меня за шиворот как котенка выкинут оттуда я нигде ни разу не нарушил закон который тюремный закон который я когда сидел и когда вышел нигде и никогда я должен знать закон даже меня подбивать к этому будут я это не нарушу на этапе везут самое крутое место на этапе и там абсолютно точно стояло а че не передать то хотели родственникам какие то слова или чего никто не хотел ну никита ну че ты глупости городишь откуда же я знаю я в руки то не беру ни письмо ничего че он хотел передать ну праздный вопрос то тех людей давно уже нету может давно живых нету че молоть ты языком тебе больше говорить не о чем все пока на этом сегодня аудиенция окончена до свидания ладно до свидания не раньше месяца заходи раньше не появляйся не bang а